Привет, Вадим! Поехали снимать! Знаете ли вы? Привет! Слушай, Саш, сегодня очень жарко. Давай, может, другой раз? Прекрасная погода! Я тебе расскажу пару советов, как пережить жару. Во-первых, необходимо носить головной убор. Во-вторых, не пей сладкую газировку. В жаркую погоду спасет тебя чай с лимоном. Ну и вентилятор тебе точно не помешает. Саня, ты знаешь такие простые и действенные лайфхаки? А еще желательно не находиться на солнце с 12 до 16.00, носить легкую и максимально закрытую одежду, пользоваться солнцезащитными кремами, выпивать не менее двух литров воды и не наносить макияж. Девушки, вы и так красивые! Что делать в жаркую погоду? Вот какие-то советы? Знаете ли вы? Кепку с собой носить. Ты молодец! А вот она почему не носит? Дома сидеть! Дома сидеть! Вентилятор! Какие-то советы знаете? Вот что людям советует? Искупаться, но не в пределах города. Это меня снимает, открытая камера, да? Это открытая камера, все нормально. Сегодня очень жаркая погода на самом деле. Сегодня жаркая, да. Сколько градусов? 27. Какие вот способы как-то пережить жару? Да нормально, вон панамочка, где внучочка. Бабушка, видишь, в бутылочках поливается душевно, хорошо. Головные уборы обязательно. Да. Почему нет у вас? А мы так, решили проэкспериментировать. Что будет, да? Да. А что может быть, если вот не носить головной бот? Пить воду, побольше воды, укрываться от солнца, плавать где-то возле воды быть. Тимофей, что еще? Ну, если идешь загорать, то нужно крем от загара. Возможно, воду с собой носить. Воду надо пить? Ну да, наверное. Холодную воду будем пить? Нет. Нет? Нет. Сколько воды нужно выпивать вот в день, как ты считаешь? Два литра. Коктейли мороженое, ну как бы... Алкогольные? Нет. Алкогольные можно... В работе. Так бы пил на алкогольной? Ну, наверное, да. Главное, чтобы охлаждало посильнее. А если вот пивко холодненькое? Не знаю, юноша. Я за свои 66 лет ни разу его не пила. Не пробовали? Да, не пробовала. Ну, наливайте, хлопцы. Иди сюда, иди сюда. Ну, наливайте. Скажи правду, пивко холодненькое хорошо залетает в жару? Не знаю. Это обычно вечером происходит. Да. Родители такие, ну что, будете в жару пить? А вы такие, нет, нет, только вечером. Ну, в жару вообще нельзя пить. Нельзя пить. Конечно. А воду можно пить? Конечно. Какую? Холодную, теплую, чай, кофе? Холодную. Чай. Да. Какой? Зеленый. Зеленый. Вы вот без головных упоров ходите. Ну, я же блондинка. Почему тебе родители кепку не купили? Ну, кепку купили, купили. 56 кепок. 56 кепок. Это из-за солнца? Не, это из-за стиля какого-то. Лицо не надо красить. Очень, и так жарко, а еще, представляете, косметика тонна. Так это вообще ужасно. Хорошо. Аквапарк. 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 Вот, сема. Какая должна быть одежда? Вот, надо больше закрыться или открыться. Каким цветом, как идти думать? Ну, белая, а больше, наверное, все-таки, ну, вот как у нее. Не надо темное одевать. Ну, темное, ну, уж притягивает. Да, жарко становится. Вот, наверное, короткое что-то, но не сильно. Одежду желательно хлопковую, льняную. Лучше закрыться или открыться? Ну, от солнца лучше закрыться. Закрываться от солнца? Ну. А голым можно ходить или еще нет? Ну, как бы, в нашей стране нет. В нашей стране нет. В Азии, например, там же наоборот все одеты с ног до головы и пьют чай. Максимально, насколько возможно, оголенным, да, как-то полегче. В какое время дня нежелательно выходить на улицу? Сейчас, два. Четырех. В двенадцати, то? Четырех, примерно. В трех-четырех. Вот идет человек, да, вот, прямо с открытой головой. Это реально чревато, как бы, получение какого-то тепловой или солнечного удара. Что нужно делать? Когда падает в оморок, то надо, конечно же, оказать ему первую помощь. В тенечек обязательно, предложить что-нибудь холодненькое. Надо водой лицо промыть обязательно. Ну и придет в себя, я думаю, на шатырь, если что, где попросить. Активированный уголь будем давать? Ну, уголь, так я хуже не будет. Есть симптомы, вот вы чувствуете? Ну, у нас не было ни разу удара, так что. У нас в Петрозаводске 8 градусов, у нас хорошо. Вас надо подготовить, у нас тут курорт. Какие вот признаки, знаете, солнышко? Да, тошнота, голова болит. А вы проходили уже? Ну, сейчас, например, что болеть нашло. На самом деле так жарко, и мне вообще, я просто не могу на солнце стоять. Еще больше полезной информации в мобильном приложении МЧС Беларуси Помощь Рядом. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok